Здравствуйте, дорогие друзья! Решил я сделать еще один небольшой такой аналитический обзорчик на одну сыроедку-фрукторианку. Зовут его Ульяна. Сейчас поясню, почему я решил сделать. Когда-то она даже у меня по скайпу интервью брала, когда работала в компании Она, которая продает разные соковыжималки, блендеры и прочую технику. И вот тогда, собственно, условно так заочно познакомились. Ну а иногда, иногда, я выскакивает же видео ее в том числе, и вот иногда некоторые смотрю. Но в последнее время у меня, ну было несколько раз желание у меня сделать обзоры, так сказать, просто прокомментировать. Ну а тут я не мог не сделать, поймете сейчас почему. Покажу название ее ролика и включу. А вот и название. Как зелень, зелень нас убивает. Сыроеднее ли фрукторианство? То есть, запомним вот это пока название, что зелень нас убивает. Причем, как она нас убивает, она сейчас это будет рассказывать. Вероятно, она докажет, что это так. Ну вот, уже достаточно большое количество просмотров ролик набрал, при всего лишь 10 тысячах подписчиков у нее. И понятно, потому что тема интересная. Люди, кто увлечен ЗОЖ и сыроедением, веганством, подумали, ну а как же это происходит. Здесь много очень комментариев, потому что тема дискуссии живая получилась. Ну а потом я вам покажу в конце, просто кстати уж, так сказать, как совет, что называется, добрый дам Ульяне. Вот покажу вам вот такое вот интересное, которое один опубликовал один, тоже известный достаточно в определенных кругах. Сыроед и, по-моему, он спортом или боями без правил занимается. Но неважно, не будем сейчас. Так, значит, вернемся к Ульяне. Кстати, знатоки английского скажите. Вот она говорит Ульяна не Рау, а Ро. Ульяна Ро. Это действительно так читается? Или такой типа сленг, или такие приколы? Например, наподобие, как у моряков не компас, а компас. Ну вот это мне просто интересно лично. Ладно. Итак, начинаем. Давайте послушаем, как она будет доказывать, что зелень нас убивает. Привет, дорогие друзья! С вами Ульяна Ро. И сегодня я вам наконец-то скажу, почему я не ем зелень. Почему только плоды? Почему только фрукты? Окей, начнем с того, как я перешла на сыроедение. Было это 12 марта 2016 года. Я заголодала, потом еще заголодала, потом выходила на сумках, и во время высокого выхода голодания я постепенно начала читать литературу и приобщаться к своему новому образу жизни. Меня очень тронула книга «Зелень для жизни». Она показалась мне такой логичной, такой всей вдохновляющей. В моей голове было очень много мусора насчет сахара во фруктах, в моей больной печени. Сразу дам совет. Вот не надо вообще, это мой просто ко всем совет, чтобы что-то казалось. Если вы читаете книгу или слушаете кого-то, там, видео смотрите, аудиозаписи, вы... не надо, чтобы казалось. Вы думайте, сопоставляете. Все эти аргументы, которые высказывает тот или иной автор, должны проходить через, как бы, канву, вот эту через, можно сказать, призму логики здравого смысла, аналитики, каких-то опыта и тех событий, которые были похожи в жизни. Все, что вы можете вспомнить, причем не только из вашей, а из ваших знакомых. То есть, тут нужен, конечно, аналитический склад мышления. Вот. Но это так, к слову, у нее были разные проблемы со здоровьем. Она об этом рассказывала, кстати, очень важно, что же ей помогло, фрукторианство решить эти проблемы или нет. Кстати, какие, сейчас посмотрите. Она даже в фото свои покажет, что у нее было. Вот, ужас, да? Давайте так, я один раз прослушал, но вдруг я что-то пропустил. Но мне так кажется, а вы вот тоже внимательно слушайте, что она будет дальше говорить, что вылечила она свои проблемы, вот эту страшнейшую экзему, ну, и грибковые поражения и так далее. Ну, или так, латентную форму, скажем, убрала, чем? Фруктами. Она же сама говорит сейчас, не фруктами, а чем зеленью. Ну, почему она говорит, что как зелень нас убивает? Ну, вот следим за мыслью дальше. Я выращивала в своем участке. У какой-то семьи еще выращивала. У них реально, я покажу тебе фото, ну, я у них размещу это. Видите, все было в луке, и я выращивала. Это она за весь город захватила, мне кажется. Я выращивала ее на всех участках, которые видела. Я изучала книги декоросов, эти энциклопедии. Я выходила в наше русское башкирское поле и просто пробовала каждую травинку, чтобы понять, какая из них съедобна. Интересно, что бы я ела, если бы у меня не было еды? Ой, а что если война, что бы я ела? Ну, то есть я изучала каждую-каждую травинку, для того, чтобы понять, подходит она мне или нет. Так вот, хоть какая-то еда вообще стала поступать в меня с июня 2016 года. И в течение всего лета я запасалась всей этой зеленухой, сушила ее в своей квартире, на всех простынях, по всем площадям. То есть зелени было столько, что нам негде было ходить. Мне реально становилось страшно, как же я буду без нее, без нее родникой, жить зимой. Ну и в итоге, конечно, я запасла все эти нюшки, а потом ничего и не ела. Зелень у меня была с июня до декабря. Сначала я тазиками ела укроп, петрушку и кинзу. Они были для меня просто восхитительные. Это была какая-то высота вкуса. Затем я помню, что я весь месяц ела только зеленый лук. Причем я любила такой, вы знаете, такой... Запомните, весь месяц она ела, а потом еще там скажет дальше зеленый лук. Только зеленый лук. Целый месяц. Знаете, было такое выражение, как... Ну, оно и есть сейчас. Многие употребляют, что с дуром можно и... Ну, в общем, дальше вы знаете. А, кстати, еще скажу так. Ну, допустим, кому-то скажут. Ну, предположим. Вот полезная, ну, допустим, не зелень, а там бананы. Бананы очень. Там калия много, для сердца полезно, ну и так далее. И человек скажет полезно. И будет есть только бананы. Вообще только бананы. Вы понимаете, к чему я это? Ну, ладно, дальше слушаем. Лук в переросток такой, чтобы он был мясистый, чтобы он был очень старый. Ну, чтобы там было что есть. Это мой размер. Я обожаю такой большой мясистый и взрослый лук. Я тоже, кстати, обожаю лук. Ем его постоянно в салатах много-много лет подряд. И чеснок, и лук. Это мне... Это что за сорт? А что это за сорт? Зеленый лук. Э, ладно, нам тут сказали. Может, я неправильно противошу. Но вот это оно. Я свое прошлое лето провела на таком луке. Я ела только его, мне кажется, примерно по 20 или 30 таких вот в день. И мне было нормально. Вы представляете? 20-30? Бедная поджелудочная железа. Ну, ладно. И как бы не только. Правда, это очень хороший дезинфектор. И фактически, вот, я понимаю, почему она зеленью и... Причем именно такой последовательности смогла, ну, скажем так, из активной в латентную форму брать свою страшнейшую, ну, псориаз. Так, будем считать, что у нее псориаз был. Я наслаждалась его ароматом, его вкусом и последствий негативных не чувствовала. А то он пошел в новый заход петрушки и укропа. А затем у меня вообще выросли вот такие вот лопухи мангольда. Очень полезная вещь. Мангольда такая, как свекла листовая. Но я вот ее выращивала и из нее давила сок. В принципе, сок я давила из другой зелени тоже, потому что морковный меня частенько доставал. Дело в том, что я была очень фанатична, и на выходе из своего этого голодания в течение 9 месяцев каждый день пила по литру морковного сока. Естественно, иногда я разбавляла его свеклой, капустой, кабачком и зеленью. Я, знаешь, я помню, самое ужасное было это рейтинское ботвамо. Рейтинское ботвамо. Рейтинское ботвамо. Вообще, что-то очень невкусное, острое. Это невозможно. А ты разбодяживаешь это литром морковного сока, и тебе приходится выпивать не стакан зелени, а литр. Для своих экспериментов я использовала разную ботву и каждый раз выжимала по стакану. Это существенное количество сока и зелени. И на самом деле было ощущение, как будто я пью уже не морковь, а чисто зелень. Не самое приятное ощущение, зато полезно. Ульяна относится к тем современным таким девушкам, ну и юношам тоже, так сказать, сейчас зачастую не любят ничего читать. А экспериментировать ей, в принципе, это мой совет, ну правда запоздала уже, вообще ничего не нужно было экспериментировать, почему? Потому что до неё уже давно всё проэкспериментировано. А был такой великий учёный, Норман Уокер, врач, который написал много книг о соколечении, овощными соками, фруктовыми, но в основном овощными, зеленью. Вот он проэкспериментировал только научно, с серьёзным подходом. Всё, что только существует и существовало, то есть включая те, так сказать, скажем, корнеплоды, травы, зелень, их которых сейчас, ну либо нет, либо люди не применяют. И поэтому просто надо было открыть книги Нормана Уокера, где он всё систематизировал, написал, при каких болезнях, что применяется, какие комбинации, сколько по времени. Ну даже Норман Уокер не говорил, что нужно есть только зелень, другое дело соки. И такие эксперименты могут привести к тому, что, да, будут проблемы. А потом человек будет говорить, ну вот, это значит нечеловеческая еда. Ну если бы она ела жиры вместе с зеленью, например, авокадо, кедровые орехи, правда она против орехов любых, но тем не менее сейчас против. Но был бы другой эффект, проблемы бы этой не было. Вот можно проэкспериментировать. Кто-нибудь поест лук просто так, как она, у многих будет проблема. Но поешьте этот же лук в перемешку с тем же авокадо, ну жиром каким-то. И этой проблемы уже не будет. Помню, что свою последнюю петрушку я доставала из-под снега в декабре. Боже, как я любила зелень. Я думала, это моя со мной и даже сжимая. И в день я выжимала не только соки, я ела её просто так, по 300-500 граммов в день. И делала различные смузи. Укроп, петрушка, какая-нибудь половина помидора, сок лимона, половина палки сельдерея. Мне было довольно вкусно. И представляете, я реально думала, что это полезно для моего организма. Я думала, что зелень меня очищает и что она возрождает мою микрофлору. Так, давайте, дорогие друзья, я скажу там насчёт не микрофлоры, но насчёт зелени. В эритроцитах содержится гемоглобин. Это, так сказать, комплекс такой из белка и атомов железа. А сборка эритроцитов в красном костном мозге происходит именно, знаете, из чего? Из хлорофила. Каким образом? Замещается атом магния, который в хлорофиле встроен, значит, на атом железа, который взят будет из организма путём посредника именно кобальта. Вот этого как раз кабаламина. Кстати, одно количество 519 атомов в этой молекуле и в хлорофиле, и в гемоглобине, и в цианкобаламине. Представляете, как природа интересно предусмотрела. И вот это именно конвейер сборки. Об этом тоже раньше многие не знали, не говорили. То есть, хлорофилл не просто жизненно нам необходим. Это фактически и есть основа функции кроветворения. Да, безусловно. Безусловно, магний содержится не только там, где есть что-то зелёное. Это понятное дело. И с фруктами тоже можно получить все элементы питательные. Сложнее только будет кое-какие процессы проводить. Но дело в том, что зелень как раз она не только избавляет при правильном применении её от многих болезней, то, скажем, помогает. Это один из главных факторов. Это важнейший фактор кроветворения. Вспомните даже Викторию Бутенко, как она рассказывала, ну, не все эти видео, просто видели именно вот эти, а когда её один из сыновей, у неё был рак, она так потихоньку, ну, это в публичном доступе, о этом я говорю сейчас. И она его всё-таки зелёными коктейлями, вот теми самыми, зелёными, зеленью с огромным количеством, всё-таки вытянула. И это она явно говорила. Ну, причём, кстати, так, знаете, очень, очень как бы так вот говорила, но, может быть, жалела, что говорила, что это типа так вот она давала понять, что это нельзя говорить особо так. Я вообще считаю, наверное, правы те люди, я так полагаю, это вполне может быть, что когда она открестилась вот от сыроедения, возможно, это заставили, вот как говорят, возможно. Всё-таки она живёт в Америке, а не у нас. Ну, ладно, это гипотеза. Значит, теперь, это вот то, что есть на самом деле. Слушаем дальше. Проверить я это не могла. Я просто верила в то, что прочитала в книге. А как я могла это проверить? А вот действительно, ей надо про микрофлору проверять. А то, что псориаз прошёл, ничего, нормально, это не относится к переходу на соки и на зелень? Что там про очищение? Это я сейчас вижу. И если бы я тогда знала, что можно её есть, я бы её не ела. Это был сезон клубники и малины. Да можно много чего не есть, собственно говоря. И, кстати, что мешало, кстати, есть клубнику и малину и зелень. То, конечно, не вместе, а, скажем, утром поела бы ту же клубнику, малину, в обед поела бы салат с зеленью, с луком любимым, с авокадо. Ещё и было бы прекрасно всё. Зачем мне место в животе вынимать? Ты ела в зелень? Не было дело. Все вы думали, что так надо. Чтобы вы понимали, насколько я была щепетильной, я расскажу такую историю. Я выращивала укроп, петрушку, шпинат, кинзу. И я отдельно высушивала каждую часть этого растения, чтобы индивидуально понять вкус каждой. То есть выяснить, какая более солёная, какая более сладкая, какая более пресная. Для того, чтобы впоследствии создать какую-то потрясающе идеальную специю для сыроедов, которая будет полна микроэлементов и будет заменять им соль. Потому что зелень для меня была колоссально солёной. Причём она была без химии, потому что выращивала я сама. То есть я снимала листики с укропа и сушила их отдельно. Отдельно сушила стебли, отдельно сушила корни. То же самое было со шпинатом, с кинзой, с петрушкой. И помимо всех занятых полов в моём зале, у меня ещё и кухонные столы и подоконники были забиты моими экспериментами. Потом эта идея у меня... Нет, вот когда человек проводит эксперимент, есть какая-то поставленная цель, то есть задача, да? Некий план. Ну хоть бы рассказала, какой цель и план, зачем это вообще нужно. Или эксперимент это просто делать, вот как мысль в голову утром пришла, встала, так и пошла делать. Без всяких конечных целей, задач. То есть для того, чтобы это сушить на специи, это хорошо, но для того, чтобы это было такой настоящей сыроидной, только единственной пищей, это, конечно, неправильно. Потому что при сушке таким способом ферменты разрушаются. И уже это неполноценный в любом случае продукт. Он вполне для специй подойдёт. Для каких-то, если бы это были травы, нычи, тоже бы подошло, в принципе. Но как на еду единственную, конечно же, нет. Не отпало, потому что по факту они оказались невкусными. Ну, естественно. И в своём время кончилось зелень. Следующая началась только в мае. В мае я ждала очень вкусные. Неужели это цель эксперимента понять, вкусные они или нет? Потому что дикоросы, потому что я начиталась, потому что я хочу снова применять их. И я уверена, что дикоросы ещё более полезны, чем всякие петрушки и укропы, выращенные руками человека. И я начала отрывать свежую молодую сны. Честно говоря, сныть сама по себе, она как бы трава не очень. А вот если делать с ней какие-то троеческие майонезы... Я скажу так. Вот сныть, она очень полезна для костной ткани. При лечении серьёзных поражений костной ткани, суставов, там даже любые артриты, артрозы, вместе с программой по строчковой настойке, мухоморной и так далее. То, что я рекомендую. Плюс специальные препараты внутри, которые применяются, очень хороша была бы дополнительно в пищу. Ну, помимо фокуса, спирулины, это как раз сныть. Это правильно. В виде порошка, дегидрированного, можно в салаты добавлять. Со специями. Да, конечно же, они мне заходили. Особенно учитывая то, что я только-только вышла после очередного своего голода, и меня тянет на жир. Меня тянет вообще на всё. Я была готова нести вот так вот. На жир. Понятно, потому что с жиром я не скажу сейчас, а то забуду бы, как всегда, не понимаю, почему худеют. А потом... У меня есть такое видео про ожирение. Я там все нюансы описал. Очень советую посмотреть. Но вообще скажу так, что как это происходит. Человек, я с пищей, если там много жира, а она больше всего энергии содержит, то если глюкозы достаточно в данный момент времени или фруктозы для обеспечения организма энергией, то есть человек потребляет её меньше, чем пришло из продуктов питания, то это излишек запасается в виде гликогена, животного крахмала в мышцах, но в основном в печени. А потом расходуется, когда не хватает энергии, то есть пищи, когда человек голодает, например, и так далее. А вот если он ест больше, чем потребляет энергии в данный момент времени, больше, чем запасается энергии в гликогене, Животном крахмале То тогда излишки еще очередные Идут на что? На жировую ткань Они откладываются в жир в организме человека Поэтому по правилу, что стало Без устали, так сказать, как вот я понимаю Есть всякие там жиры, авокадо, орехи Так зачем это надо было делать? Это спокойно надо было просто комбинировать Совмещать и это в один день Спокойно и не было бы никаких Там позывов, чего-то есть Вообще забыли бы про это Вот слушайте, товарищи дорогие Айруведы в этом смысле права Есть сладкие, кислые, острые, пряные вкусы Если их совместить, например, взять какие-то срайные соусы Маленькое количество И тут нужно чисто для психологического удовлетворения Своих вкусовых пристрастий И один и тот же даже салат разнообразить С разными этими соусами Но в этом салате, чтобы был, так сказать И разная зелень, типа руккола и так далее И вот можно иногда Те же кедровые орешки, жиры совмещаются Прекрасно с углеводами, с клетчаткой Тот же парашок сныть А когда-то какой-нибудь спирулины Когда-то крапивные, например А так авокадо, там, томаты Ну, у кого что возможностей Так вот, и все И человек уже не хотел бы еще Ну, плюс, понятно, фрукты ел бы То есть спокойно Два раза в день фрукты Один вот и ничего бы уже не хотелось Никаких бы крайностей вот этих не было Беспокойно бы жили бы, занимались какими-то делами А не постоянным раздумьем, чтобы поесть, блин Могла похудеть Поэтому я говорю, что, ребята, не ограничивайте себя Голодать не надо Есть более простые способы очищения организма И перехода на здоровье Не то, что простые Приятные И не с такими дикими последствиями Дальше наступил июнь А, и в июне я уехала уже из Башкирии в Питер Чтобы работать в компании Которая реализуется Ну да Вы уже знаете эту мою деятельность Соколожималки, блендеры, гидраторы И прочую технику специально для здоровья Теперь я этим больше не занимаюсь Так вот В Питере, конечно же Не было никакого такого домашнего хозяйства Которое было у меня в лето до этого И поэтому я первое время покупала какую-то зелень в магазинах Правда, она была довольно невкусная Да и на рынке тоже меня она не особо привлекала почему-то Но я продолжала верить в ее стопроцентную пользу В июле ко мне приехал Андрей Счастье И мы с ним отняли интервью И затем мы поговорили о зелени Да, и он просветил ее Вот, кстати, сейчас пока она будет говорить дальше Я пролистну вниз Почитайте пока из формы кто-то что-то написал Очень даже, по-моему, разумно Или нет? В принципе, он мне ничего плохого о ней не сказал Он просто спросил Зелень ешь? Я говорю Конечно, ем Почему? Мне нравится То есть, учитывая весь этот мусор в моей голове Мой мозг сделал так Что я начала испытывать от нее удовольствие Глобальное удовольствие Но, конечно же, сейчас я понимаю, что если бы я знала то, что знаю сейчас Я бы никогда не ела ее Потому что есть клубника, есть малина Есть другие потрясающие фрукты-ягоды Которые превосходят по вкусу и по степени насыщаемости В общем, после вопроса Андрея А ты точно ее хочешь? Я задумалась И поэтому июль и август прошел у меня каким-то образом без нее Потому что, заходя в магазин, я ее уже не хотела Потому что думала, хочу я ее или нет И выбирала фрукты А затем наступил сентябрь Я уже отказывалась от орехов Ну, как бы Я уже полгода от орехов отказывалась И на фоне отказывающейся себя от орехов И большого количества дыни в своем рационе Ко мне прилетел пакет с зеленью Мы мне просто подарили Я начала ее пробовать Там была петрушка, укроп и кинза Я сделала где-то граммов 300 Вот давайте сейчас посмотрим Вот это она приводит в качестве, видимо, аргумента Почему зелень нас убивает Утро Слава Богу, выходной Я бы работу не выглядела Это просто какой-то кошмар Я думала, что я умру Прикинь, у меня, короче Вообще в животе вот так лежало Даже, может, тут наверху в пищеводе Вот так посередине лежит Никуда не двигается У меня было такое ощущение Как будто до следующего утра Она у меня стояла в пищеводе Она вообще никуда не двигалась Мое состояние было таким мутным Слушайте, я вот поражаюсь Неужели непонятно, что произошло Когда она питалась долгое время фруктами Которые сами по себе фактически перевариваются Ну, грубо говоря, аутолиз, артолиз Вот этот идет Про который академик Углев еще подробно рассказывал И это понятие ввел в медицину Ну, ты под что и в биологию Я скажу, что После этого Когда этот процесс идет достаточно просто Когда попадает грубая клетчатка В виде лука, любимого там Укропа Где очень грубая клетчатка То микрофлора кишечника Которая уже давно привыкла И перестроилась к другой пище И нет специфических тех бактерий Которых должно быть больше Чтобы переваривать вот конкретно грубую клетчатку Более того И система ферментная наша Я имею в виду ферментная система Поджелудочной железы Уже под другое настроилась То кидает она в себя Через там какое-то количество месяцев Вот эту только И сразу Вот эту вот Любимую И многое, я так понимаю Сразу не один листик Укроп, петрушки и так далее И что вы хотите А ничего другого произойти Не может Будет Это как знаете Как вот например Мама какой-нибудь Сыроедки говорит А я вот Вашу капусту сырую У меня сразу почет Бурлит Она ест все подряд А у нее желчного нет Ну так что ж тут удивительного А у сыроеда нет Например Ну если конечно он не все подряд Напихивает все подряд Тогда конечно И газы и с орехами Надо же понимать Что белки Так сказать Ну конечно с углеводами Так сказать Не сочетаются С клетчаткой И где углеводов Не так много Да Сочетаются А с фруктами Попробуйте Ну естественно Бывает что у человека Так сказать Очень крепкий Как говорят Желудок и кишечник И у него не будет А у многих будет Но на основании того Что у кого-то будет Выводы никакие Делать нельзя Какие же здесь Можно сделать выводы О чем говорит Ульяна Вот что дальше будет Давайте послушаем Хорошо А вот Слышали вы дорогие друзья Про такое Например Когда Это просто аналогия Например Во время войны Голодали люди Голодали Вообще ничего Не ели Долгое время Хотели есть При этом понимали Верили Что им необходимо есть И жажда голода Ну действительно Так сказать Сравнить нельзя Ну и вот Кто-то давал тушенку Или мясо Или какую-то вареную Плотную пищу Если человек съедал Много за раз Почему умные люди И врачи все говорили Прям по чуть-чуть И сначала жидкое А кто-то съедал много И вот заворот кишок И даже человек погибал Ну потому Вот поэтому Что нет кишечной микрофлоры Она почти вся Она в десятки раз Уменьшилась Она необходима Для переваривания И ферменты наши Поджелудочные Не может После долгого голода Или каких-то Других видов пищи Сразу так перестроиться На выработку В нужной пропорции Тех ферментов Которые необходимы Для уже переваривания Новой пищи Нужна адаптация Почему даже из голода Надо выходить Сначала на воде Чуть-чуть Ну там на соках Потом смузи То есть уже В блендерах перемалывать И по чуть-чуть Потом больше А потом в твердую пищу Сразу А попробуйте Из там 30-дневного голода Взять и съесть Какой-нибудь вареной картошки С чем-нибудь еще И там навернуть Ну вот Тут одна и та же логика Тут принципы понятны Просто Пока не могу понять Как зелень убивает Потом легла И у меня все Закружилось Это было что-то Невероятное Такое ощущение Как будто бы Я реально Была под действием Какого-то Сильного яда Лена А вот полгода до того Когда вот ела Полгода подряд Или уже не буду Вспоминать по цифрам Сколько зелени Было все прекрасно И жаждала ее И ела лук целый месяц И говорит Все было хорошо Тогда было хорошо Так что ж тогда Она была пищей здоровой Или она просто не знала Что она ест-то вредную пищу Но ей было хорошо А вот теперь ей плохо И она наконец-то поняла Что эта пища вредна И она ела все время Только эту вредную пищу Правда избавилась от псориаза Как будто бы я отравилась Ну я и отравилась Меня реально тошнило Конечно же после такого случая У меня не было ни малейшего желания Даже смотреть На это зеленое нечто 1 ноября Я стала фруктурянкой Ну конечно же я могу сказать Что я стала ей раньше Что я начала ест эту фрукты раньше Но со срывами Но я так не могу Вот так что прям Только фрукты И вообще Навсегда Это с 1 ноября 2017 года А может быть ей прислали Какие-нибудь там нитратные Купленные непонятно где и у кого Вот эту зелень А может быть зелень Подпортилась А может быть еще что-то Вот почему Только по одному этому факту А почему у тысячи тысяч людей Нет этих проблем При потреблении зелени А у Льваны есть И она на этом основании Что у нее есть Ну хорошо Может быть она еще аргумент придет Не будем забегать вперед Потом у меня началась Шри-Ланка Потом Таиланд И в Таиланде Огромные полки с зеленью Я ходила мимо них Со спокойной душой И вот однажды В апреле Я уже не смогла пройти мимо Я вижу этот лук зеленый И я понимаю Что он мне нужен Я его хочу Я хочу этого запаха Хочу этой остроты Он мне реально нужен И я его беру И я его ем Что со мной было Вы не представляете Я поела его утром Я где-то жила до обеда Потом у меня Вот Ульяна Если бы поела бы этот лук Не утром На голодный желудок После манго Мангустинов И всяких Так сказать Прочих Дурианов То А поела бы сначала авокадо А потом Поела бы лук То никаких Вот этих проблем Как сейчас она описывает У нее бы не было Ну неужели это непонятно Мне свалило Мне тошнило И я проспала Всю ночь до утра Нет Весь день И всю ночь до утра Моя тело Запах был Вы понимаете Какой еще 3-4 дня Было ли мне вкусно Просто невероятно И колоссально Я могу есть зеленый лук В больших количествах Без всего Я реально его люблю Он мне очень нравится Но я не могу его есть Мне от него очень плохо У меня сонливость Если я его съем То я буду спать весь день Я так недавно срывалась Просто захотелось вкусно А когда находишься на фруктов Уже начинаешь чувствовать От зелени Неприятные последствия А именно помутнение сознания Тебя сваливает И ты спишь реально сутки напролет Но такие последствия Не позволяют мне его есть Ведь для того Чтобы я ела лук Мне нужно Чтобы у меня было 3-4 дня выходных Я поражаюсь Вот этой мани Есть что-то одно Вот я понимаю Фрукты Да Монодиета На фруктах Например Сейчас съел там черешню Через час еще что-то Или через три Это нормально Но когда мы говорим О луке О зелени То здесь Ну неправильно Хрен тоже корешок Не погрызешь Просто так Хотя он очень полезен Как антибактерицидное средство Ну не только Но Значит лук Извините меня Это не тот продукт Который можно есть Просто взял и есть Поэтому да У нее Молодец Она когда начала зелень Потом она лук Там все нормально Там кишечная микрофлора успевала Адаптация ферментных систем успевала Плюс было Так сказать Очищение организма Спровоцированное голоданием И Так сказать То что она до этого не ела И Шло это на пользу В определенном Там надо факторы смотреть Другие То есть Расспрашивать Понимать Но тут У нее же раньше было все нормально Здесь нет Почему А потому что После фрукторианства Естественно Вот таким Но если бы Еще раз говорю Она бы это поела В салате С жирами То этой проблемы Не было бы А конечно Отдельно лук Ну да Чеснок отдельно есть Сейчас И будем говорить Что чеснок то вредный Я вам съел полкилограмма Чеснока И мне то плохо стало Еле выжил А запах какой шел Все Чеснок это самая вредная пища Нельзя категорически Потому что первый день Я сваливаюсь без сил А потом От тела такой запах Что мне с собой Вообще неприятно Находить Ряду с собой Поэтому я не могу Никуда выходить Никакое общество А пока у меня Семинары Курсы Важные встречи Переезды Поэтому ребята Я раздерживаюсь От такого потрясающего Вкуса Но я его просто обожаю Да и вообще Хрен редьки Не слаще У него такой запах А еще учитывая Что он выращен Скорее всего Без химозы А в Таиланде Хочется верить ей Что он без химозы выращен А в Таиланде Интересно Она с химозой купила Или тоже без Хочется верить Я же в Краснодаре Находила Нет в него еще больше Есть такое еще одно Выражение Блажен кто верует Нахожу Смотрю Как вы на варенку В общем Что я хочу сказать Смотрите как интересно Она зелень Тире делает Лук Зелень Тире Лук Так Так и есть А что это не правда Ну говорят И да Например в Шпинате Да Все практически В сныти крапиве Все 88 Да Тоже Потому что Она дополняет рацион И делает его Полноценным Говорят что она Вырабатывает Какие-то непонятные Бактерии Которые помогают Затем Вырабатывать белок Говорят что она Формирует нашу микрофлору А еще говорят что Зелень Ну это любая клетчатка Формирует Это основа рациона Наших ближайших Родственников Приматов И именно поэтому Она и у нас Ну это оригинально Вообще-то кстати Далеко не все Приматы Скажем Едят с зелень Есть чистые Фрукторианцы А есть да Действительно гориллы Которые в основном Зелень едят Правильно Самый правильный подход Самый правильный Что бредно Что полезно Потому что есть я Есть мой организм А вот Не Ульяна Или организм Еще не совсем недавно Говорил о том Ей что она Обожает лук А если обожает Если организм Говорит что Лук ей хочет Съесть Так надо его есть И значит он полезный Если организм Говорит что надо Надо же Слушать свой организм Или она послушала Все таки не организм А разум Что ей сказал кто-то Что человеческое питание Это только фрукты Что это вредно Ну так Им сказательно И она стала есть Только фрукты Но тем не менее Хочет лук Но понимает теперь Что он вреден Хотя организм Подсказывает Что она его хочет Есть мой рацион И есть последствия От того что я ем Я их чувствую И поэтому я не могу Слушать то что мне говорят Потому что я вижу Свои результаты То есть сейчас Мой рацион составляет Только то От чего я кайфую И испытываю Приятные последствия От лука я тоже кайфую Он мне очень нравится Да Это сама себя запутала Ну она не считает Что она себя запутала Но на лицо Ну скажем так Гегель бы наверное Был бы сейчас в шоке Все время я понимаю Что люблю только его Но я сдерживаю Свои порывы И не ем его Так подожди Зачем Организм же подсказывает Что надо Надо же служить Свою организму То есть если я Сделаю это Я потеряю Работу способность На долгую Долгую А съешь с авокадо А до этого Так сказать Допустим Зеленый коктейль С спирулиной И чего нибудь там Соков каких нибудь Морковно-свекольного Например Или ладно Апельсиновый Часочек пройдет Это салатик Салатик с авокадо И так сказать Допустим Луком Порезанным Туда Только не надо Его есть 20 стеблей Достаточно Один Два Порезать туда Удовлетворить свой вкус Луком Похрустеть на зубах Чуть-чуть И все будет прекрасно Сон никуда Не потянет В общем Ульяна Надо сказать Поблагодарить Зелень за то Что больше у тебя Нету Никакого Дерматита Это во-первых Ну и там Сейчас еще то Видео Интересное Посмотрим Это просто я Для назидания Ну что называется Как бы совет Без всяких Так сказать Задних мыслей Просто я понимаю Что открытая книга Это может быть Приятно И Так сказать Труд вообще Это вещь тяжелая Особенно умственный труд Когда нужно Что-то там читать Анализировать На это надо Время На это Нужны силы В том числе Моральные Да Ну а проще Конечно Так сказать Ничего не изучать Ничего не знать И не желать И Все это дело Хаять Что и так Вот Природа Все подскажет Ну вот Посмотрим сейчас До чего доводят Такие Рассуждения Опять-таки В рассуждениях Проявляются Очень многие Так сказать Вопросы И Скажем Даются ответы Человеку И о человеке Помогает Вашей микрофории Функционировать Более Правильно Потому что Считается Что у меня содержатся Какие-то Незаменимые Витамины Минералы Микроэлементы И прочая Фигня Если в вашей голове До сих пор Сидят всякие Приматы И гориллы То совет от Ульяны Не читайте ничего И никого не слушайте Слушайте только себя Только непонятно Как себя слушать Если хочется А это вроде вредно А Так сказать Почему вредно Собственно говоря Потому что Кто-то сказал Потому что Так хочется верить Но хочется при этом Лука То знаете Что вы срываетесь Только из-за этого Потому что зелень Это вовсе не обязательно То есть сначала Вы едите то Что крайне невкусно Но якобы полезно Надо было у Ульяне Съебаться резом Прямо сразу на фрукты садиться Для этого Бежите срываться на картошку А не лучше было бы Если бы вы не ограничивали себя Сладким вкусом Сочным спелым И ели бы просто плоды Я понимаю Что всего этого Вам может быть недостаточно Конечно же Я не могу вот так взять И передать сразу Весь свой опыт Все свои ощущения Ну опыт Кстати опыт Или ощущения Все таки Ну ладно Значит дело в том Что действительно Есть те фрукторианцы Которые могут жить Только на фруктах Но тут я Анализирую эту тему Скажу так Либо через определенное Количество лет Проблемы обязательно начнутся Потому что при дефиците Тех или иных микроэлементов В первую очередь Даже если кишечная микрофлора Работает хорошо В порядке И клетчатки достаточно И работает она так Что клетчатка Перерабатывается С симбиотической Кишечной микрофлорой До Включая вот Незаменимых аминокислот Витамина Включая B12 И он всасывается Все в порядке Солнца хватает И D3 достаточно И вот при равных Всех прочих То тогда в любом случае Проблема есть Какая? При дефиците Определенных минералов Возникают проблемы Сбой с гормональной Работой некоторых систем С щитовидкой Там не только И так далее И так далее Это может быть через Там 3, 5, 5, 7 Может быть позже Если дефицит Постепенно накапливается То есть есть в продуктах Тех, что человек потребляет Эти Но каких-то меньше Чем положено Нужно Необходимо Вот Но есть те Кто действительно Вот например Есть индусы Которые вот я знаю Есть там целая община Только вот например Кокосы А в них действительно Селена огромное количество Ну там Это очень уникальный продукт Если едят его с мякотью И прям вот С куста Что называется И еще 2-3 продукта Были такие комбинации Где почти все Там Ну теоретически Выращенные еще на почву Где все эти микроэлементы Есть Они только по табличкам Теоретически А в почве нет И значит в продукте Не будет Так вот Если все это действительно Есть Да Можно только на фрукт То есть еще раз 100-200-300 лет назад Были совершенно другие Экологические Ну скажем Экологическая в целом Ситуация Почвы были богаче По минералам Людям было проще И голодать Люди были крепче По здоровью В этой связи Что почвы были Так скажем Богаты на минералы И практически Во всех продуктах Содержалось Вот то Что потом Ну скажем 100 лет назад Рассчитали Где что Должно быть Теоретически А сейчас этого нет Я думаю Те советы Что были тогда Они действительно Для тех пор Тех времен Были актуальны И логичны В какой-то мере Только ошибки И тогда Тем не менее Допускали Ну а сейчас Конечно нет И поэтому В наше время Никак не обойтись Без Скажем Ну Тех продуктов В которых Ну разнообразных Скажем Продуктов Где все-таки Человек в большей Или меньшей степени Получит Полное многообразие Необходимых минералов А вот Это вот Почему-то Не хотят Многие понимать Сейчас еще буквально Пару минуток Даже полторы Она скажет А потом я переключу На еще в две минутки Буквально Отравлялась Вот эти два случая Которые она привела Она отравлялась Первый Что она там Наелась лука И второй Что ей пакет зелени Прислали Ну это конечно И лук Она там с утра Съела после Там Мангустинов Ну это конечно Хорошо Это вообще логично Да А откуда Вот Ульяна Знает Вот это вот Может Огромный объем Вот сейчас тоже Было то Что в принципе Ну там Ну да Пару минут Можно разместить Тут мысли Не очень глубокие И на семинарах Конечно Говорить то можно То Я вот Мне вот Прямо интересно Даже было бы Я конечно Не поеду Время нет Но послушать семинар О чем она говорит Было бы интересно Я реально могу Говорить часами Кстати Вчера у меня уже Нашел потрясающий Семинар Я просто обожаю Своих людей Обожаю тех Кто приходит ко мне Мне нравится Смотрите В их листовые глаза Слушайте их вопросы Вживую Видите эту обратную реакцию Сегодня начался Онлайн видеокурс Ульяна Круто Ну в общем да Без знаний Ну ладно Без образования Бывает самообразование Да Человека Это естественно Вполне Никто это не отменял И человек Занимающийся Самообразованием Имеющий цель Целеустремленность Уседчивость Упорство И так далее Он может Развить себя До там Высочайшего уровня Скажем Развития Но если Человек Открытая книга При этом Ничего не хочет познавать У него Ну на все У него есть свое мнение Он уверен В том Что он прав Что он Речет истину И он еще так На таком позитиве Ну просто человек Милашка И тогда Конечно Можно Идти В учителя И духовные И физические И какие угодно И это так нравится Действительно Никакой затраты Труда Никакого багажа Знаний И прочего И даже опыт А опыт какой За год Опыт Ну прекрасно Все проверено Все изучено Все известно И можно Действительно Свой колоссальный опыт Так сказать Перекладывать Уже на учеников Ну очень весело И интересно Ладно Дальше Что-то она По-моему Сейчас посмотрим Что Да Женя там Про Выйдет Сейчас Про томаты Расскажет То же самое Ел тазиками Лежал И с утра До вечера Ел томаты И потом Ему Тоже там Что-то стало Не совсем хорошо Ладно Давайте послушаем Что говорит Тут буквально Две минутки Почти Так вот Озаглавил Данное видео Значит Один Известный В узких кругах Сыроед Такой спортсмен Ну давайте Послушаем Что говорит Тут Ульяна Как она отвечает Она же Как учитель Уже Отвечает На вопросы Своих подписчиков Они хотят Узнать у нее Истину Что есть И как Чтобы Ульяна Ответила На разные вопросы В том числе Такого Я бы сказал Биологическо-медицинского Характера Ну и Ульяна Весьма Наверное Интересно Справилась С этой задачи Посмотрите И оцените И оцените Как она С этим Справилась По-моему По-моему Не сбрасывает ту пищу, которую вы употребляете. Не сбрасывает? Угу. Когда вовремя не освобождаешься от этого. Все купили не вежим, например. Угу. Так, дальше. Жир, жир. Угу. Ну вот, если ты себя долго в чем-то ограничивал, то даже если ты ешь огурчик, то он у тебя запасается. Это как, складывается в кишечнике или всасываются огурчики в кровь и идут, откладываются, запасаются в печени, может быть, огурчики. Это как психосоматика, да, такой элемент? И физический элемент. А то люди думают, что, блин, а вдруг опять еды не будет? Ребята, надо все откладывать, надо-надо-надо, чтобы потом оттуда питаться. А то опять заглотали, она же вдруг там... То есть из огурчиков жир, да, образуется? Вот. Ну, вроде все рассказала. Ну, вообще Нормнокер, например, такого не знал. Если ты толстый на его ешь, это жир. Жир, подожди, а если огурчик ешь? Ладно. Идем дальше. Калории. Калории. Вообще про них не думала. Хорошо, ладно. Шлаки. Хе-хе-хе. Ну, смотри. Угу. Ну, вообще, конечно. Я считаю, что жир в любом случае он патологичен. Стоп. Речь про шлаки, а не про жир. Жир патологичен, ну, естественно, нагрузку оказывает на все системы организма, если он излишен в организме. Поэтому можно его считать шлаком. Здорово. В любом случае, когда... Вполне есть конкретное определение токсинов и есть определение шлаков. Он тает, он тает даже у фруктоедов через сопли, например. Кто? Тает жир у фруктоедов, даже у сыроедов через сопли? Ммм. Ммм. А я думал, сопли – это борьба анти-тел с антигенами, то есть клеток наших иммунных, с какими-то чужеродными агентами, попавшие в организм, и выводятся вот из данной части организма именно сопли, как эта консистенция, которая является результатом борьбы иммунной системы. «Конечно, всякая ерунда, это не что-то хорошее. Хорошо, что признаешь, что голод не выходный, естественно. Мой врач отлетел мне голодать после...» Ну, в общем, так. Ладно. Это, конечно, такой был, знаете, спонтанный, решил я записать. Не то, что прям вот это так вот, значит, глубокий анализ, но просто, знаете, тут главная задача данного видео была, чтобы Ульяна все-таки немножко, так сказать, ну вот думала, что она говорит, во-первых. Во-вторых, все-таки, чтобы она изучала какой-то опыт и других людей, основанные на знаниях, во-первых, на многолетнем опыте, десятилетиями, который формировался, накапливался, так сказать, в мировой вот этой вот, так скажем, истории, культуре ЗОЖ. Ну, будем так говорить, потому что туда можно отнести авторов всех известных, начиная там в той или иной степени, там, да, от Шелдона до Поля Брэга и в современных, и более ранних, и многие книг на эту тему есть. И все-таки стоит их читать. Почему? Потому что в результате большое количество информации, случаев с другими людьми, ну не просто кто не анализирует, вот, съела плохо, а кто хочет докопаться до истины, кто ведет дневники, кто ищет, кто действительно отсекает нелогичные и оставляет логичные выводы. И вот, изучая опыт этих людей с их выводами, да, ты накапливаешь, так сказать, в копилку, вносишь своих знаний, своего жизненного опыта в большую ценную информацию. И, сопоставляя со своим, можешь тогда действительно, что-то сказать, делать выводы, а не судить о вопросах вселенского масштаба, как говорил через своего героя, профессора Преображенского, значит, с читателями своими, булгаков, что осудить о вопросах вселенского масштаба с такой же вселенского, значит, размера глупости. Вот это я советую, во-первых. Во-вторых, все-таки изучать науку логика я советую. Есть такой даже учебник, по-моему, 51-го до 52-го года выходил для учеников средних и старших классов. Это я тоже очень советую. Ну, ладно. В принципе, этого пока достаточно. Вот. И крепкого здоровья желаю и здравомыслия всем. Ну, и вот, собственно, то, о чем я сейчас хотел сказать. Ну, конечно, это интересно, в диалоге было бы. Ну, в диалоге, в диалоге. Ладно. И так тоже, я думаю, сойдет пока что. Ну, это такой эксперимент. Это не то, что глубокая аналитика, потому что, собственно, и мысли-то глубоких на что, чтобы их разбирать, тут особо-то и не было. Поэтому аналитика такая по тем фактам, что здесь были сказаны. Ну, такое говорить, когда понимаете, что как зелень нас убивает, и в ролике, собственно, не раскрыть этот вопрос, и как же она, собственно, убивает, как она Ульяну убила, плюс противоречие, когда она ее, в принципе, спасла, и дальше она ее охаивает на примере двух-трех глупых случаев, когда и ежу ясно, что так потреблять после долгого, значит, не еденья зелени нельзя. Зелень не есть еда, которую надо есть только, чтобы это была только зелень. Хотя, кстати, это тоже возможно, но, так сказать, это долго объяснять. Есть такие люди, но, собственно, не нужно вовсе, каждому тем более. Вот. А эксперимент с собой можно, я говорю, наглотаться хрена, чеснока, еще чего-нибудь. Ну и будет тоже плохо. И что теперь говорит, что эти все продукты вредны? Так, вообще-то, можно провернуть почти совсем. Ну, да ладно. В общем, все на этом. До новых встреч!